В Карелии активизировались клещи-переносчики десятка заболеваний. Среди них опасны энцефалит и боррелиоз. Помнить об этом специалисты советуют не только в лесу, но и на городских территориях. По данным Минздрава Республики, с начала сезона от укуса клещей пострадало 278 человек в нашем регионе. О каких правилах безопасности важно помнить, чем обрабатывают общественные территории, как действовать и куда обращаться, если вас все же укусил клещ, расскажем в нашем специальном репортаже. Уже активизировались и поджидают не только на природе, но и в городе. А еще там, где территории, казалось бы, безопасны. Клеща можно встретить везде, где и заросли травы и кустарники, говорят специалисты. Жительница Тулы Елена Ковылина приехала с семьей погостить в Карелию. Клещ укусила ее дочь на базе отдыха, где остановились туристы. В общем, у ребенка к мочке уха присосался клещ. Мы сами его сняли аккуратненько. Но, к сожалению, клеща не сохранили. Хотя сейчас я понимаю, что обязательно надо его сохранить и живым желательно издать на анализ. Еще одна ошибка моя была в том, что надо было все равно обрабатывать ребенка от клещей, так как база находится в лесу. И несмотря на то, что сама база обработана от клещей, клещ мог быть занесен кем-то еще извне. Пострадавшие от присасывания клеща могут обратиться в Республиканскую инфекционную больницу. Помощь здесь окажут и детям, и взрослым. Жители Карелии проконсультируют врач-инфекционист. Клеща удалят и, если есть показания, ведут иммуноглобулин. Если клещ окажется зараженным, назначат лечение. Иммуноглобулин без обследования клещей вводится детям до 4 лет. Беременным женщинам – участникам Великой Отечественной войны. Детям от 5 до 18 лет, если их укусили в голову или шею. Если же клещевой энцефалит во время исследования выявили, иммуноглобулин вводят и взрослым, и детям от 5 до 18 лет. «Такой разъем. И клеща, когда мы удаляем, то есть нужно максимально под него, под брюшко поставить, заводим, получается, в этот разъем. И против часовой стрелки два оборота, выкручивающими движениями, мы клеща снимаем. Поэтому вырывать клеща никогда нельзя. То есть рвать, просто снимать, взять, выдернуть пинцетом, потому что можно его повредить. Если вы никогда с этим не сталкивались и никогда этого не делали, то лучше обратиться все-таки в специализированные учреждения». Первообращение по поводу присасывания клеща в этом году зарегистрировали 16 апреля в Волонецком районе. Сейчас такие случаи фиксируются в разных районах республики. «Конечно, преобладает Прионежский, Пряжинский район, Кондопожский район. Много клещей, присосавшихся на территории города Петрозаводска. Это наша набережная, Нежского озера, Сулажгорский кирпичный завод, конец Октябрьского проспекта, парки. Поэтому обращений много, клещей много». Как нашему телеканалу рассказали в Карельском научном центре Российской академии наук, активизация клещей в этом году произошла позже, чем обычно. Причина этому – холодное начало весны. «И сейчас уже по данным нашего мониторинга, как раз численность клещей вышла на пик, чему способствовала вот этот тёплый две недели, которые были, быстро прогрелась почва, активизировалось значительное количество клещей. И на данный момент численность клещей у нас высокая относительно сезонной активности. Как долго продержится плата, как долго продержится высокая численность, конечно, будет зависеть от текущих погодных условий. Если не будет сильной жары, если средняя температура воздуха будет в районе до 20 градусов, там 10-15, то высокая активность продержится ещё, наверное, недели-две». Парки и зоны отдыха Петрозаводска уже начали обрабатывать от клещей. Как сообщили в мэрии, для этого выбрали наиболее многолюдные и популярные у петрозаводчан места. «В основном скверы и парки, как называемые зелёные зоны. Обработке подлежит 40 гектар площади территории города. В основном это районы Древлянка, Перевалка, Соложгорский кирпичный завод и Соломиная». Куковка, парк Беличий остров. Акрицидную обработку проводят специальным средством. По словам специалистов, для животных или белок, которых в парке много, оно не приносит вреда. Территория обработки по периметру парка, где растут лиственные деревья, а также основные дорожки парка. Сама обработка занимает около двух часов. До этого специалисты проверяют территорию. «На данный момент они проходят территорию. Тканью, как правило, до высоты человеческого роста проверяются кусты, растительность. Если какие-то обнаруживают, собираются в баночку. Потом мы с собой их забираем». Для прохожих устанавливают предостерегающие таблички. Парки лучше не посещать около суток после обработки. Или ходить только по дорожкам, которые не обрабатываются. Работу планируют завершить до 2 июня. Однако медики напоминают, обработка общественных мест – не повод расслабляться и забывать о мерах профилактики. «Даже гуляя на набережной, где-то в парках, убедительная просьба не садиться на траву, не лежать в этой траве. При выходе в лес, в какие-то лесные массивы, обязательно нужно одевать, желательно, светлую одежду, потому что на светлой одежде заметить клеща гораздо легче. Проводить самые взаимообследования в лесу каждые полтора-два часа, то есть осматривать друг друга. Потому что клещ, попадая на тело человека, он присасывается не сразу. Он в течение полутора-двух часов ищет место присасывания». Если вы идете в лес или на природу, одежда должна быть максимально закрытой. Брюки можно заправить. Также специалисты советуют использовать аэрозоли и спреи, которые отпугивают клещей. Их также наносят на одежду и обувь. Важно также не забывать осматривать домашних питомцев, которые бывают на улице. Ну а самая эффективная профилактическая мера защиты от клещевого энцефалита – вакцинация. Юлия Браева, Анна Педразова, Варвара Ирмоленко, Алексей Миронов. Для программы «Большие новости». Редактор субтитров А.Семкин